Здарова все брейсеры! В ближайшее время у меня планируется грандиозный переезд на новенькую студию. Я себе запланировал там сделать два гоночных места. Одно под трипл скрин с директ драйвом, который вот у меня сейчас основной сетап на данном кокпите. И второе под большой телевизор 55 дюймов, 4К, сингл скрин так сказать. И стал вопрос о покупке второго кокпита, чтобы юзать там базочку Club Sport. И как вы понимаете у меня было целых два варианта. Либо варить уже что-то наподобие того, что у меня имеется вот с такого плана кокпит. На самом деле я считаю, что цена-качество это наверное самый оптимальный вариант. Этот кокпит не обошелся примерно в 100 долларов, но делали его своими силами. То есть я его выдумал, а мой отец его сварил. То есть чисто потратились на материалы и сами в такой дружной компании все это дело сварганили. Кокпит отличнейший. Единственный пожалуй у него такой небольшой недостаток. Это поскольку здесь такая вот форма идет, то есть нижняя платформа. И потом идут две трубы, на которые крепится основа самой базы. И нет никаких таких упоров грубо говоря. То есть здесь если хорошенько так надавливать, чуть-чуть вот может погуливать эта базочка. Хотя я не считаю это особым недостатком. Поскольку в момент гонки этих колебаний я абсолютно не замечаю. И они если честно минимальны. Короче это не проблема. Но эстетический кокпит смотрится круто и он достаточно удобен. Ну и как вы понимаете стал вопрос либо варить очередную стойку. Которая с одной стороны действительно крутая. И не очень дорого стоит. С обратной же стороны мне стало интересно пощупать какое-нибудь готовое решение. И я выбрал себе новенький кокпит. Изначально я думал покупать себе плейсид. Но после того как я покатался в Киеве на выставках на данных кокпитах. Причем в ассортименте так сказать. Я пришел к выводу что плейсид это если честно полное днище. И никому не рекомендую их покупать. Разве что если у вас совсем нет денег. На что-нибудь маломальски нормальное. И нет возможности сварить самостоятельно. Тогда пожалуй да все равно это будет получше чем какой-нибудь стол. Там табуретка и так далее. Но для себя я понял что точно нет. И стал выбирать какие-то кокпиты. Начал смотреть различные варианты. И нарвался на кокпит от TrackRacer. Посмотрел несколько зарубежных обзоров. У нас нет ни единого обзора на данный кокпит. И зарубежные товарищи нахваливают данные кокпиты. Короче я его решил заказать. И ко мне приехало несколько коробок. Которые здесь сейчас в коридоре. Вот такие вот огромные. Здравствуйте. Вот такие вот коробища. В одной находится сидуха. В другой находится сам кокпит. Кокпит у меня с допчиком небольшим. Короче сейчас это дело будем собирать. Трубы все дела. Сейчас я это дело все буду собирать. И устанавливать здесь место этого сидения. Буду перецеплять все навесное. Правда я не знаю что мне делать нужно будет с этим батонбоксом. Потому что места там под него нет. С одной стороны было бы проще и логичнее наверное доездить в этой студии уже на этом кокпите. С другой стороны вот это вот сидение Bright. Это самое слабое место моего кокпита. Оно безумно неудобно. Еще и скрипучее зараза. Это при том что стоит 25 тысяч. Китайский Bright это ребятки нет. Не покупайте себе. Даже в тачке не рекомендую покупать это дерьмо. Ну и плюс интерес перевешивает. Короче распотронташиваю сейчас коробки. И начинаю устраивать тут какой-то тотальный трам-тарарам. Надеюсь все получится. И самое главное надеюсь что кокпит будет удачным. И я не пожалею о покупке. Потому что обошелся мне он на минуточку в 1200 евро. При том что изначально его стоимость нормально так будет пониже. Это за счет того что огромная такая коробка. И доставка была из Нидерланд в Украину. Ну в общем впереди много работы. Так что понеслась. Вот столько деталей в разборе. Все это сборное. Кстати это достаточно удобно. Кстати тоже из плюсов. В отличии от обычных кокпитов которые вы варите. Сейчас это все дело соберем. Металл вроде бы по толщине. Не знаю миллиметра два с половиной. Не хочет камера фокусироваться. Короче миллиметра два с половиной вроде бы так норма. Кресло самое главное. В отличии от моего оно широкое. Оно не будет давить в плечи. Смотрится так вроде симпатичненько. Но сейчас главное собрать и проверить чтобы это все было удобно. Пока все круто. Субтитры сделал DimaTorzok Итак кокпит собран. По первым впечатление вроде бы все неплохо. Но есть моменты так сказать. Во первых я сильно зажал кресло. У меня почему-то салазка заблокировалась. Но то такое дело. Разобрал, поправил. Вроде бы все окей. Работает. В принципе конструкция весьма качественная. То есть там швы. Вот эти вот сварочные моменты сделаны круто. Это для кейбл менеджмента я так понимаю здесь сделано. То есть все по уму. Очень переживал чтобы была прочная вот эта вот платформа. Но хочу сказать что она достаточно такая. Хорошо вроде бы такая вот стоит. Прочная. Хотя держится здесь на двух болтах. Эта хрень регулирует угол. Так сказать под которым вы можете поставить педали. Можете вперед-назад регулировать. Седуха регулируется. Все. По большому счету. Подставка под базу тоже регулируется. Стоит намертво. Еще переживал поскольку здесь одна труба. Чтобы она была прочная. Ну продавить я ее не могу. Даже если постучать. Как на моей стойке ходуном она не ходит. Это RS6 кстати забыл сказать. Называется кокпит. И это последняя версия. Кажись TR2 называется. Здесь специально усилили несколько вот таких труб. И короче вроде бы конструкция выглядит прочно. Но скоро поставлю директ драйв и уже посмотрим. Там будет виднее. Что не очень понравилось. Вот эта вот под КПП штука пятак. Во-первых высоковато находится для шифтера от Fanatec. Во-вторых скажем так. Вот он немножко так побалтывается. Ну сейчас зафиксил его. Даже видно. Видите побалтывается. Вот это вот косячок. Могли бы эту конструкцию как-то переделать мне кажется. В остальном вроде бы все круто. Седуха не регулируется по углу. И это хорошо. Ничего не будет скрипеть. По посадке непривычно. Угол достаточно такой острый. Но сидеть вроде бы как комфортно. И мне нравится то, что регулировать можно абсолютно все. Саму сидушку тоже можно подрегулировать. В плане здесь вот есть несколько отверстий выше, ниже, сзади. И спереди целых три отверстия. То есть можешь угол подретушировать. Есть салазки. Вперед-назад регулируется. Уже после того, как я второй раз пересобрал. Ну по качеству сборки в принципе нареканий у меня не было. То есть это премиум кокпит. Ну и таковым он по сути вроде бы как и является. Ну сейчас повесим на весной. Затестим. Надеюсь, что все будет круто. Кстати, ребята, вы знали, что и каталог это не только лучшее место, в котором ты можешь найти то, что ты ищешь. Здесь чего угодно. А также приобрести. Также здесь собраны офигительно интересные и полезные обзоры, статьи и рекомендации. В которых ты можешь найти невероятное количество очень полезной информации на абсолютно любую тему. Просто переходишь сюда и допустим ищешь какой-нибудь себе толковый монитор. ТОП-5 лучших игровых мониторов 2019 года. Пожалуйста, открываешь и здесь тебе коротко и ясно представлены, почему тот монитор хороший за эти деньги. Либо не очень. И здесь есть инфа, статьи и обзоры абсолютно на любую тему. Все, что хочешь вообще. На тебе ПК с водяным охлаждением. На тебе ТОП-5 беспроводных игровых ганитур. Чего хочешь вообще. Меломанам на заметку ТОП-5 накладных открытых наушников. Это вообще просто бальзам на душу. Для меня так стопудово. Я любитель хорошего звука. Но больше всего меня заинтересовала другая статья. Маст хэв оборудование для стриминга. Когда я только начинал заниматься своим каналом, я помню какая это была боль разобраться со всем вот этим вот делом. Просто колоссальное количество информации. И ты ни хера не знаешь, с чего начинать. Здесь же для вас подготовлена отдельная статья, которую ты можешь найти по ссылке в описании. Ознакомившись с которой, ты сразу будешь понимать хотя бы по оборудованию, с чего тебе следует начинать. Либо к чему хотя бы стремиться. Потому что тут сразу тебе посоветуют действительно толковые вещи. Например, правильную вебку, которая умеет стримить в 60 кадров в секунду. И при этом стоит она относительно вменяемых денег, пожалуйста, тебе от 2600 гривен. То есть чуть больше 100 долларов за вебку для стриминга. Поверьте, это вообще даром. Потому что я использую, например, камеры GoPro, которые стоят сильно подороже. Плюс плата видеозахвата. Далее, про зеленый фон, свет и фон зеленка. Что это такое, как это работает. Про освещение, про различные лампочки. Нужные тебе фоны, пожалуйста. Заходи, выбирай. Не хочу есть, что хочешь. Зеленые, синие. И я для себя здесь отметил, даже я вроде бы как шарю в этой теме. Вот такую штуку, как Razer Kio. Вот у меня здесь вкладочка. Это такая себе хитрая вебка, которая стоит 30 с плюсом тысячи гривен. Которая имеет встроенную вот такую кольцевую подсветку. Очень полезная тема, поскольку я переезжаю в новую студию, у меня там будет еще одно отдельное место, в котором я, возможно, буду стримить. Возможно, я себе присмотрю эту веб-камеру, потому что так выглядит она, по крайней мере, функционально и симпатично. Это важно. И сразу удобно, можно добавить себе в списочек, чтобы это дело не потерялось. Пожалуйста, вот, мое гоночное место сохранили и понеслась. Ну и, короче, в этой статье есть микрофоны, наушники, все, что реально нужно таковому стримеру. И еще раз повторюсь, что удобно, что все это собрано реально в одном месте. И есть из чего выбрать. Поэтому крайне рекомендую перейти и ознакомиться для тех, кто хочет начать заниматься серьезно стримингом. А вебочку я себе сохранил. Пожалуй, наверное, потом обращу на нее внимание, потому что GoPro это хорошо. Но вот это вот дополнительный свет, а тут два в одном. Короче, ребятки, топчик. Короче, ссылка еще раз в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Этот крокпит, трекрейсер RS6, обошелся мне в какую-то неприличную сумму. Вот товарный чек и сумма 30 800 гривен за саму стойку, плюс один допчик для клавиатуры. Для подобного устройства я считаю, что это космические деньги. Но я им пользуюсь уже чуть больше недели, и я просто в восторге. И, если честно, даже не жалко потраченных денег, потому что он не просто оправдал все мои ожидания, он их даже превысил скорее. И эта стойка изменила все в моем понимании будущей студии. Я не хочу там делать два гоночных места. Я буду делать все-таки одно на базе конкретно этой стойки. И постараюсь в плане мониторов сделать такой себе универсальный вариант, чтобы это был трипл скрин и три больших дисплея. Но это вы уже увидите в совершенно другом видео. А сейчас я вам хочу рассказать свои впечатления о данной штуке, которая весьма и весьма неплоха. Хотя и есть кое-какие косички у нее. Если говорить об общем качестве сборки, вообще сварки, покраски, то все практически идеально. Единственный косячок, то что я заметил, это вот здесь на логотипе, видишь, на R как-то наляпали немного краски. Это единственный косяк, то что, в принципе, вы здесь можете найти краска достаточно хорошего качества. У меня падали инструменты, металлический ключ падает прямо на трубу, и на ней вообще никакого следа не было. Принцип этой стойки, это вы крепите базу с рулем, и уже относительно этой базы вы можете регулировать педали, а также сидение на салазках и по высоте. В принципе, педали тоже. Угол регулируется, вперед-назад регулируется. Сидушка по высоте, как я говорил, вот на вот этих вот отверстиях, вы тоже можете подрепетировать. Я сделал под себя ее. Мне максимально высоко, но мне так комфортно. Само сидение очень даже продумано, как для геймера. Поскольку мы люди, и во время потных каток мы, естественно, потеем, пот впитывается в ткань, и со временем, сами понимаете, может возникать какой-то неприятный запах. Это сидение можно обслуживать, потому что спинка съемная. Точно так же, как и нижняя вот эта подушка тоже. Пожалуйста, снимай, стирай, никаких проблем здесь нет. Посадка достаточно удобная. То есть, сидеть в подобном сидении очень комфортно. Оно не имеет никаких регулировок в плане откидывания спинки. То есть, оно стационарное такое себе, типичный гоночный ковш. И это как хорошо, так и плохо. Нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к подобному сидению, если вы сидели на сидухе, у которой откидывается спинка. Поначалу мне было немножко дискомфортно. Но спустя там где-то пару-тройку дней я уже так привык, что, в принципе, все супер. Единственное, что длительно в нем сидеть не очень комфортно, поскольку подушка под попой, она достаточно тонкая. И получается, что в заднице немножко жестковато. Поэтому срака устает. То есть, три часа это максимум, что ты высидишь. Дальше будет некомфортно. Решается элементарно. Покупайте какую-нибудь подушку для дальнобойщиков или чего-нибудь. Я такую юзаю постоянно. Кидайте под задницу, но проблема. В плане именно угла спинки, он достаточно такой крутой. Но мне реально комфортно сидеть. То есть, в плане сидения вообще никаких вопросов нет. Сам ковш достаточно интересно выполнен с точки зрения дизайна. Вот эти штуки, это чисто декор. Хотя в настоящих гоночных тачках это защищает голову пилота, когда он попадает в какую-то непонятную ситуацию, чтобы шлем не повредил позвоночник. Здесь это такой чисто декорчик, еще раз повторюсь. Но некий уют, оно тоже создает. Я настроил это сидение так, что для меня посадка просто идеальна. И она кардинально отличается от моего старого сидения. Что мне нравится, что теперь у меня есть нормальная возможность встать. Вот эта пространство между рулем и моими коленями, оно значительно увеличилось. И в это сидение банально удобно просто вставать без проблем. И точно так же садиться. Моя сидуха была чуть-чуть другая. Там, наверное, посадка была пониже и поближе. Вроде бы было круто сидеть. И плюс сама стойка была значительно ниже. Но когда я с нее вставал, мне всегда приходилось делать упор на базу, а также упор на сидение. И вот таким макаром приходилось вставать. Здесь же, в принципе, никаких упоров не нужно. Изначально посадка продумана более грамотно. Педальный блок находится на неком таком подиуме. Здесь все металлическое. И без обуви тут кататься не очень комфортно. А поскольку металл, 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 ноги банально сюда кладешь. Вот если в носках, то достаточно быстро чувствуешь дискомфорт. Знаешь, как холод в ноге. Поэтому обязательно нужно катать в обуви. Я для этого выделил себе специальные макосины. И так мне гонять удобно. Я очень переживал, что эта платформа будет немного ходить ходуном. Под давлением, особенно от тормоза. И такое есть. Вот сейчас я продавливаю тормоз. Я думаю, что ты можешь видеть, что есть некий ход. Я думаю, что сантиметра полтора. Может даже два. Не особо, если честно, мне он мешает. Как бы не радует то, что это так сделано. Изначально конструкция, мне кажется, с таким промахом небольшим. Но это очень легко можно доработать. Просто сделать любой подпор. Сварить или еще что-нибудь. Практически без затрат. Это пофиксить можно. И я думаю, что это фиксить все же нужно. Когда я перееду в новую студию, я обязательно сделаю какой-то подпор. Но здесь радует регулировки. Я себе сделал идеальный под себя угол. Расстояние педалей от моих ног. И мне сидеть, конечно, очень комфортно. И очень нравится. Все педали доступны. Самая слабая часть данного крокпита, это, пожалуй, наверное, крепление для ручного тормоза. А также для КПП. Потому что оно реально имеет хороший такой люфт. Плюс самосидение закреплено на стойке через резиновые прокладки. Не знаю, зачем это сделано. То есть оно тоже имеет такой себе лифтец. Видишь, я вот сейчас шевелюсь в седуху. И вместе с этим мне неприлично так имеет ход сам рычаг КПП. Это абсолютно не отвлекает. Правда, я это абсолютно не замечаю. Но визуально я вижу то, что он такой себе, скажем так, разболтан. И не знаю, зачем сделана эта резиновая прокладка. Может быть, она добавляет какого-то удобства. Оно и не мешает, и не хорошо, и не плохо. Но факт такой, что присутствует. КПП я когда переключаю, мне как-то пофигу, что есть вибрация. Но хотелось бы в любом случае, чтобы эта конструкция была пожестче. Ручник оно держит в принципе тоже неплохо. Единственное, что, пожалуй, повторюсь, для ручки КПП, наверное, немножко высоковато. Хотя привыкнуть можно, но хотелось бы немножко больше регулировать в плане регулировки по высоте. Вперед-назад эта конструкция регулируется неплохо. То есть вы можете сделать ее ближе, либо еще дальше это без проблем. Еще я неудачно себе прикрепил ручник. Но это такие пока что эксперименты у меня. Потому что когда нужно переключаться, ну, короче, неудобно. Нужно обходить ручник. Надо будет его сделать иначе. Но в целом, как бы все под рукой. И возможности настроить, как вам будет удобно, здесь присутствует. Также я приобрел допчик, который позволяет крепить сюда клавиатуру. Выглядит он следующим образом. Вот эта штука крепится на одну единственную вот эту стойку с той стороны. Регулировки есть всячески. Вы можете поменять абсолютно любой угол. Здесь ставится клавиатура, сюда мышка. Можно комбинировать, можно поставить одну лишь подставку. Я, короче, скомбинировал, чтобы, грубо говоря, не потерять эти подставки. Но пользоваться я ей не могу. Потому что у меня получается, что эта хрень попадает в кадр в вот эту вот камеру. С которой я снимаю свои видео. И таким образом не очень круто смотрится. Поэтому я ее пока что не использую. Возможно, в новой студии придется использовать. Я здесь себе сделал такой себе столик. Сам приколхозил из таких профилей. Обычный брусок дерева, покрытый лаком, который я скоро пленочкой затяну. Но, тем не менее, получился такой себе цельный столик. Достаточно устойчивый. Подмышку, клавиатуру и что там надо. А самое главное, абсолютно недорого. Потому что любой доп здесь стоит каких-то нереальных денег. Ну, например, хочешь подключить баткитер, заплати 40 евро за один. Чтобы прицепить один баткитер 40 евро. Приколи. Там всего лишь железка, которая крепится где-то или сбоку, или сзади. Я не понял. Но она очень небольшая. Я считаю, что это очень дорого. Наверное, буду сам что-то колхозить, потому что пипец. Закрепить баткитеры, например, вот такие вот обычные. Здесь вариантов нет никаких. Но, как бы, включаешь режим рукожоп и все это решается. Есть куча других допов. Любишь авиасимуляторы. Есть такие приставки. Они крепятся по бокам для соответствующих манипуляторов. Для педалей там и так далее. Подмыш-клаву я себе уже приобрел. Там, на самом деле, немало всяких приколов. Можно под мониторы стойку также к ней докупить. Но все это стоит очень и очень недешево. В плане цены за допы, я считаю, что это прям неадекватно. Стойка изначально стоила 600 евро. И за 600 евро это очень даже хорошая покупка. Была бы. Но поскольку доставка выливается в такую себе картину. X2 как минимум. Ну, тут уже такое спорно, скажем так. В целом, однозначно можно сказать, что если как бы финансы вам позволяют. То этот кокпит, даже невзирая на некоторые такие недочеты. Ну, для меня он чуть ли не идеален. Еще я очень переживал в плане жесткости вот этой вот трубы. Напоминаю, что здесь еще сбоку такие как распорки сделаны. Но, если постучать. Кстати, блин, кажется, что ходит ходуном. Но амплитуда поменьше будет, чем от своей старой стойки. Эта труба достаточно жесткая. Она практически не прогибается. То есть, только лишь с таким серьезным усилием. Которое обычно не применяется в играх гоночного жанра. Используя игровой руль. В целом, сбалансированная, стильная, качественная установка. Сидуха не скрипит. Это прям для меня огромный бонус. Потому что мне раздражало вот этот механизм. Все ходило немножко ходуном. И постоянно скрипело, трещало, тарахтело. Здесь оно монолитно. Некомфортно сидеть. Пожалуйста. Решается изи катка. Поправил. Все. С такой подушкой тебе сразу станет комфортно. Нужен подпор под поясницу. Пожалуйста. Вот тебе подпор под поясницу. И вот так вот я сижу. Достаточно длительные сессии. Мне, если честно, очень даже круто. Классно выглядит. Удобно садиться. Удобно вставать. Охренительное качество. Куча возможностей настроек. Если нужно куда-то переехать. Бац-бац разобрал. Перевози его куда нужно. Но в целом, имеет конечно вес. Он такой, что конструкция неподъемная. Поэтому раз дома поставил. И так она будет стоять у тебя намертво. Отличные материалы на сидении. Хочется тоже отметить. Они такие жестковатые. Они как будто влагоотталкивающие. Но в целом, сидеть в нем очень приятно. И комфортно. Здесь есть такие вставочки из замши. По бокам. Мягкие. Кстати, замши качественнее, чем в моем полностью замшевом сидении. Это в Китай-Брайде. Платформа, на которую крепится руль. Тоже имеет регулировки. Вы можете смещать ее левее и правее. Единственный момент. Что здесь есть вот отверстия. Такие себе. Чтобы закрепить ее, так сказать, намертво. Так вот, чтобы руль стоял в центре, оно не сходится под этим вот отверстием. Там я винты закрутить не смог. Но зажал на то, что есть. На вот эти вот болты. И сорвать, конечно, поменять угол практически невозможно. Это нужно, я не знаю, кем быть. Короче, все жестко закреплено. И радует, что опять же угол я могу поменять под себя. Плюс там куча отверстий на самой площадке. Еще и базу вы тоже можете вперед-назад немножко пододвинуть. Я здесь себе прикрепил выключатель и emergency stop, если мне нужно, kill switch, если надо отключить базу. Здесь же она включается. Это очень удобно. Плюс радует, что есть специальное место, в которое ты можешь закрепить такую штуку. И оно и под рукой, с одной стороны, и в то же время не мешает. Потому что раньше у меня кнопка была где-то здесь, возле мышки. Я часто ее цеплял, и база у меня отключалась. Это было вообще не круто. Короче, ребят, дорого-богато. Да, но я, если честно, рад. Это, наверное, одна из самых приятных покупок, в отличие от базы DD2. Кстати, я повторюсь, говорил, не говорил, что она оказалась все-таки металлической. Это не пластмасс. Это алюминий. Снизу он там немножко у меня повредился. И видно, что это четко алюминий. Все-таки приложить руку он холодит. Но алюминий не самого лучшего качества. Там по стыкам. Ну, это такое дело. Но все-таки немножко я наговорил на эту базу в плане материалов. Короче, господа, охренительная вещь. Дорого, но очень рад, что ее купил. И все-таки буду плясать от нее. Буду делать одно, но такое ультимативное игровое место для гоночек. Без всяких моушн-систем. Я считаю, что они не особо нужны. Я уже катался там где-то на трех разных типах моушн-систем. И, ну, не особо они меня впечатлили. Как аттракцион, да. Как для того, чтобы ехать на результат такой себе девайс, то скорее он только лишь мешает и отвлекает. Постоянно колбасня абсолютно не сходится с тем, что ты видишь на экране. Может быть, херово были настроены. Но что-то я сомневаюсь. Потому что настраивали именно люди, которые в этом шарят. И мне не понравилось, честно. Сильно отвлекало. И никакого понимания от поведения подвески, от дорожного полотна. Оно не привносило вообще. Поэтому вот такой стационарный кокпит, это прям тема. В общем, TrackRacer RS6 Mach2 могу смело рекомендовать. Если вы рассматриваете себе для покупки хороший кокпит, то я думаю, что это будет один из лучших вариантов. В принципе, вариков достаточно много. Но сколько я видел кокпит, и в основном они такие, знаешь, хлипенькие. Даже за достаточно приличные деньги. PlaySeed точно нет. Более компактно, более легкий. Более, может, проще раскладывается-складывается. Но как-то ощущения от него были не очень, скажем так, приятные. А это прям вещь. Поэтому, если ты любишь Simracing и рассматриваешь для себя какую-то такую крутую платформу, то прям смело можешь приобретать. И контор, которые доставляют, я думаю, что предостаточно. Вылиться в копеечку, но по итогу получишь действительно классный девайс. На этом у меня все. Если было интересно, ставь лайк впереди. Через месяцок, может два, будет куча видео по моей новой студии. Это будет мой проект 2020 года, в котором я дохера чего хочу реализовать. Думаю, что это будет интересный контент для многих. Есть куча разных классных идей, которые я постараюсь как-то воплотить в жизнь. Спасибо вам за внимание. Удачных вам каточек, уважаемый Simracer. Я в последнее время, конечно, больше катаю во всякие аркадки, но думаю, что в новой студии я начну возвращаться потихоньку в Simracing, потому что вот такие штуки реально очень сильно мотивируют.